ну что любители путешествий по черногории вас поздравляю наконец автобан открыт да пусть маленький первый участок под названием принцесса ксения всего 41 с половиной километр но какой прекрасный мы с андреем испытали сегодня невероятные эмоции едем с разрешенной скоростью 100 километров в час не нарушая у меня было ощущение что мы едем по какому-то 21 веку а слева и справа я вижу век 19 поскольку деревушки аутентичные церквушки они остались там же а вот здесь вот красивый асфальт разметки фонарики все светится было невероятно поехали пробуем конечно же допустимая скорость 100 километров в час вам покажется какой-то маленький такой подумаешь в европе у вас на родине это вполне обычная скорость но у нас по каньонам и горам эта скорость была раньше невероятной все ездили от 40 до 60 что самое смешное за эти первые пять дней которые работает автобан причем в бесплатном режиме первую неделю у нас уже сгорело 6 машин на автобане это конечно анекдот целый конечно если вы были когда-то в черногории вы видели какое количество ведер в кавычках здесь ездит то есть машин который давно пора на свалку естественно их владельцы тоже решили выехать на автобан первую бесплатную неделю появилась даже такая присказка в интернете мем целый кто проехал путь от подгорица декалашна по автобану тот прошел техосмотр первый кусочек автобана смогова тсматишева был открыт 13 июля празднично красиво но уже для всех открылись 14 июля двадцать трого года автобан честно скажу вам задержали больше чем на три года и два месяца конечно понесли убытки в несколько сотен миллионов евро но об этом сегодня никто не говорит в целом скажу вам что стоимость автобана стоила 1 миллиард евро или около того тут уж не будем мелочиться и это всего лишь один из четырех участков до сербии в итоге он будет соединять город бар и боляре в сербии ну а пока что 41 с половиной километра и интересная такая статистика что за первые сутки когда нам разрешили ехать бесплатно проехала 18 тысяч машин разрешили неделю бесплатно затем будет цена для легкового авто три с половиной евро для мотоцикла полтора евро но и для больших таких грузовиков автобусов 17 евро я считаю что цена небольшая уже посчитали что за первые сутки государственная компания монтепут которая занимается нашим автобаном могла бы заработать 63 тысячи евро если умножить так вот на 30 дней что мы получим около двух миллионов евро конечно считать деньги которых нет это очень интересно значит 2 миллиона евро в месяц могли бы заработать умножим на 12 месяцев получится 24 миллиона евро боже какая потрясающая математика но не тут то было конечно власти понимают что такой суммы не будет ровно потому что сейчас июль месяц сезон и машин гораздо больше чем их будет примеру с октября по май время 405 мы заехали на трассу в 35 минут то есть ехали мы полчаса с указанной скоростью 100 километров в час ехали не напрягаясь черногорцы ездят здесь вообще как сумасшедшие на своих бедрах 12 минут доезжают они до калашина и полиции 200 до километров создать но что самое забавное полиция все-таки ловит здесь так что будьте аккуратны на автобане черногорские власти понимают что им на автобане за год можно заработать чуть больше 9 миллиона евро это будет уже хорошо ну а теперь посчитайте через сколько лет они окупят автобан если этот участок стоит 1 миллиард а в год могут заработать 9 миллионов делите о и и и и и